доброго времени суток дорогие друзья я вновь вас приветствую на своем канале канале о вязании и не только зовут меня ирина маркелова канал мы тоже называется ирина маркелова если вы не являетесь подписчиком моего канала что я вас приглашаю подписаться и чтобы быть в курсе всего того что происходит на моем канале напротив надписи подписаться есть колокольчик нажав на него вы будете получать уведомления и вам будут приходить самые последние события с моего канала если вам понравится это видео то поставьте пальчик вверх и поделитесь со своими друзьями и возможно связав или услышав или посмотрев они тоже подпишутся на мой канал и тоже что-то интересненькое найдет для себя ну а сейчас я хочу вам рассказать о таком красивом наборном крае до который я делаю крючком я специально показала вам как это выглядит на разные пряжи это пряжа лили и от yarnart это турецкая пряжа это пряжа пехорка ажурная вот так вот выглядит здесь наборный край и это пряжа пехорка натуральная и здесь выглядит вот таким вот образом если вы обратили внимание то здесь получается 4 столбика если предыдущих случаях было по три столбика то здесь 4 вы можете регулировать столбики самостоятельно значит почему я пришла к такому мнению что так удобнее набирать и так удобнее вязать во первых когда крючком набираешь очень неудобно производить расчет потому что обычно воздушных петель приходится набирать очень много и не всегда мы попадаем по счету на тот счет который нужен да я уже в процессе своей вязальной жизни каких только наборов не перепробовала вот этот набор меня устраивает как нельзя лучше лучше я не могу сказать что я придумала сама возможно и сама потому что я не помню чтобы где-то у кого-то я это высмотрела я стала прибегать такому набору потому что когда мы провязываем обычно первый ряд то нужно вкалывать там тоже сложно высчитывать чтобы именно попасть ту которая петля нужна до чтобы не растягивались эти петелечки и так далее поэтому в целях экономии своего времени временем я очень дорожу вот я последнее время пользуюсь вот таким наборным рядом ну давайте уже приступим к началу нашего вязания я вам расскажу как же я его вижу значит для тех кто не знает эту ниточку я расскажу что я буду вязать из пехорки ажурной здесь у нас свет белый 50 граммов 280 метров значит хочу сказать что крючок вам нужно брать больше чем у вас основное полотно примеру вот это полотно я вижу крючком полтора здесь наборный ряд я делала крючком 175 здесь наборный ряд я сделала крючком номер два и так нам нужно сделать как всегда начальную петлю значит еще хочу сказать очень удобно вот в таких моточках вытягивать ниточку со средины и очень удобно вязать потому что моточек не не крутится он состоит в одном положении и ниточка удобно идет в процессе вязания значит делаем начальную петлю начальную петлю делает каждый по-своему но я делаю вот таким образом не знаю правильно это или нет как я научилась так я и вижу сделали первую петелечку да и провязываем 4 воздушных петли 1 2 3 4 накид на крючок возвращаемся в нашу первую петлю за нижнюю стеночку вытягиваем петелечку на высоту наших всех четырех воздушных петель и петелечку с накидом провязываем затем провязываем 2 петли вместе дальше мы вновь провязываем 4 воздушных петли накид на крючок смотрите в основании у нас имеется вот такие две перемычки я их называю а вообще это вот верхушка наших столбиков до воздушные петли идут как типа столбик дата столбик а здесь мы провязывали столбик с одним накидом вот мы зацепились вытягиваем воздушную петелечку провязываем петелечку и накид вместе и две петелечки на крючки провязываем 1 дальше вновь 1 2 3 4 накид на крючок две петелечки две стеночки захватываем и продолжаем набирать то количество арочек так называемых да потому что они вот эти петелечки столбики они похожи на арочку колечки арочки видите вот что у нас получается набираете нужное количество обычно я меряю по сантиметру просто набираю вот нужное количество арочек вижу что примерно достаточно я набрала примеряю к сантиметру или к метру если мало то продолжаю делать набор если достаточно то прекращаю если вы будете вязать поворотными рядами то набрали определенное количество вот утрированно допустим мне достаточно да я обычно чтобы развернуться прежде чем развернуть свое изделие набираю сразу 1 2 3 3 воздушных петли и только потом делаю разворот потому что так удобнее опять же если вам удобно делать другим способом то есть вначале развернуться да а потом сделать воздушные набрать воздушные петли вот таким вот образом да можно сделать так если опять же повторюсь если вы поворотные ряды делаете то эти три воздушные петли нужно сделать обязательно и только потом нам нужно вступить вот в серединочку нашего этого колечка или арочки и провязываем нужное нам количество столбиков с одним накидом если вы будете вязать не столбики с одним накидом а столбики с двумя накидами тогда вам нужно внизу увеличить воздушные петли не 4 а 5 воздушных петель если вы будете провязывать столбики без накида то вам нужно набрать 3 воздушных петли чтобы вот эти арочки были поменьше сама красота вот всего этого набора который существует до заключается в том что значит мы изначально делаем побольше набор воздушных петель тогда у нас получается вот видите такая симпатичная ну как бы обвязочка да вот у нас сами столбики здесь а вот такая симпатичная обвязочка здесь вот у нас ниточка немного по-другому смотрится ну и здесь и естественно здесь у нас совсем по-другому потому что мне в этом случае нужно было чтобы не было так расхлябана чтобы было по плотнее потому что здесь я вижу дальше лицевыми петлями поэтому мне нужно чтобы ну как бы типа единого полотна было да поэтому я вот сделал такой набор естественно вы будете сами тоже для себя выбирать как вам будет удобнее это вам я рассказала как при поворотных рядах будет вязаться если вы не будете разворачиваться то есть будете замыкать в кольцо да как я в своем случае делала то есть провязываем последнюю арочку до провязали последнюю арочку можно кстати делать другим способом не вот сюда вступать до вступать вот между на этими столбиками и тоже можно провязывать но тогда будет это смотреться совершенно по-другому но это тоже просто делается и я опять же по-разному набирала мне понравился вот больше всего вот этот способ и получается если вам нужно за замкнуть в круг то в кольцо и продолжить вязание по кругу то вы выпрямляете вот так вот наши набранные арочки раз ровненько раскладываете затем разворачиваете и соединяетесь опять же вот у нас вот эти две стеночки обычно я хвостик сразу прокладываю как мне нужно и ввязывая время вязание и все но в этом случае в этом случае вот мы должны еще вступить вот сюда в середину арочки и соединиться соединительной петлей соединяемся соединительной петлей 3 воздушных петли подъема и и затем рядом еще два столбика таким образом продолжаете вязать потом когда доходите до конца края соединяете с третью петлю подъема вот у вас получается аналогично такая симпатичная арочка вот почему мы набираем лишний столбик я вот как бы предвижу такой вопрос потому что и начинающие будут смотреть это видео и может у них возникнут вопрос почему мы набираем три воздушных петли когда при поворотных рядах и почему мы не набираем этот столбик по краю когда вяжем по кругу да значит это из-за того один два три вот я сделала и вступая провязывая три столбика да уже под цепочку это делается для того что оформляем и наш край потому что мы же должны будем за что-то пришиваться да соединяться пришиваться поэтому вяжется дополнительный вот здесь четвертый столбик который у нас находится вот как бы в вершинке наших вот этих столбиков вот ну думаю что я вам все уже объяснила теперь остается вам вязать вязать красиво и я вам желаю легких ровных петелек и прощаюсь с вами совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была ирина